Русская икона Каждое из них можно прочитать словно текст, сверху вниз и слева направо. В Государственном художественном музее Югры 43 иконы, 43 истории о святыне, традиции и искусстве. Я думаю, что иконы интересны отнюдь не только православным, потому что если бы это было так, то, например, Мадонна Леонардо да Винчи мы бы считали для католических верующих. Но ведь это не так. И мы смотрим Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Это очень так же в русском искусстве. Вот все эти произведения – это памятники истории и памятники культуры. Первые иконы для югорских запасников были приобретены в 1996 году у известного петербургского коллекционера Виктора Самсонова. Уникальные произведения разных веков. Иосиф Прекрасный. Видение во храм Пресвятой Богородицы. Святые Косма и Демиан. А сегодня мы предлагаем прочитать другую историю под названием «Святой Никола Можайский». Имя автора, как и большинство других икон, неизвестно. Есть разные иконографические типы изображения святого Николая. В каноне «Николай Мерликийский» там Николай приближен к зрителю. Вот он совсем рядом. Вот это вот «Святой Николай в житии». Это икона с клеймами, житийная икона так называемая. А в иконографическом типе Николы Можайски здесь важно показать его именно в полный рост, чтобы показать его силу и мощь. Читать икону необходимо с главной фигуры, расположенной по центру. Лицо святого Николая отличается от образов на других иконах. Все зависит от того, где было написано произведение. Это предположительно на русском севере. Подтверждение тому сочетание оранжевого и густо-зеленого, что характерно именно для северных икон. По бокам от лика Николы в круглых медальонах изображены Христос и Богоматерь. Читаем дальше. «Обращает на себя внимание храм, защищенный стенами, который святой держит в левой руке, а в другой руке у него меч. Причем это именно меч, такое реальное оружие, изогнутый, который был в ходу в 17 веке». За каждой маленькой деталью, за каждым оттенком, орнаментом – целая история. Икона святого Николы Можайского написана в конце 17-го – начале 18-го века. Видите, в левом верхнем углу маленькие флажки с цифрами 1 и 2. Это отметки реставратора о снятии верхних слоев иконы, чтобы открыть более ранние штрихи автора. А сколько тайн еще хранит – это одна из 43 историй.